В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте! И далее о главных событиях четверга. Президент Владимир Зеленский в Брюсселе. На саммите Евросоюза он представил план победы Украины. Как отреагировали в Европе? Если мы начнем сейчас и будем следовать плану победы, мы сможем закончить эту войну не позднее следующего года. Николаев пережил самый массированный обстрел с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Российские оккупанты выпустили семь ракет С-300. Как восстанавливается город? Ударная волна сложила, как карточный домик. Сложились все полностью магазины. Теперь здесь восстановлению не подлежит ничего. Без ограничений на дальнобойность Украина может применять для ударов по российским военным целям истребители F-16. Кроме того, Нидерланды выделяют 271 миллион евро на артснаряды. Мы позволяем Украине использовать F-16 для самообороны. Это может понадобиться для перехвата ракет или ударов, например, по аэродромам России и ее военным целям. Разработка и производство Украины. Дроны, способные минировать территории и позиции противника. В СУ используют их, чтобы вытеснять россиян из Харьковской области. Он использовал на минусе. Там, где обычные люди не могли этого сделать. Потому что это небезопасно. Сегодня большой украинский день в Брюсселе. Во время визита президента Зеленского в столицу Бельгии большинство европейских лидеров поддержали его план победы. А также обсудили перспективы членства Украины в НАТО. Детали расскажет специальный корреспондент телеканала Freedom в Европе Виталий Сизов. Президент Украины Владимир Зеленский представил свой план победы лидерам Европейского Союза, посетил Европарламент и сейчас принимает участие в заседании Совета Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса. Украина действительно заслуживает однажды стать 33-м членом НАТО. Мы должны сделать все, чтобы гарантировать, что это случится. Поэтому первый и фундаментальный пункт в плане победы – это приглашение в Альянс. Украинцы показали, что мы можем защищать общие ценности и боремся с Россией – самой большой угрозой Европе и глобальному миру. Говорить о полной поддержке, либо не поддержке украинского плана еще рано. Союзникам необходимо время, чтобы с ним ознакомиться. Некоторые его положения уже частично выполняются. Так, при финансировании Европейского Союза укрепляется украинская армия и экономика. Ожидается, что на следующей неделе Европарламент проголосует за выделение Украине кредита на 45 миллиардов евро за счет процентов от замороженных российских активов. 35 из которых выделит Европейский Союз. Нам нужен мир. Мир, который укоренен в свободе, укоренен в достоинстве и построен на справедливости. Поэтому мы поддерживаем формулу мира президента Зеленского, а также его план победы как путь вперед. С практической точки зрения план победы важен. Как связать план победы и план мира. Выиграть войну и выиграть мир. Оба эти фактора должны идти вместе. Вот почему мы должны поддерживать Украину не только с военной точки зрения, но и с гражданской. Чтобы эта страна продолжала работать. Одно из главных положений украинского плана это приглашение Украины вступить в НАТО. В штаб-квартире Альянса считают, что Украина уже ближе к членству, чем когда-либо. В Германии открылся командный пункт для координации помощи. Страны-члены Альянса оказывают постоянную поддержку на двустороннем уровне. Все это говорит о том, что Украина уже в пути. Но конкретные даты вступления или приглашения в НАТО пока предпочитают не называть. Это в совокупности плюс все гарантии национальной безопасности на двусторонней основе с Украиной. Они составляют мост к членству в НАТО. Так что вопрос в том, когда именно. Я не могу ответить на это сейчас, в данный момент. Но очевидно, что мы работаем по всем этим направлениям, чтобы быть уверенными, что однажды действительно они будут членами НАТО. Диалог по поводу скорейшего приглашения Украины в состав Альянса продолжается. И, по мнению президента Украины, есть все шансы сделать его успешным. Виталий Сизов, Руслан Кузьгов из Брюсселя для телеканала Freedom. В плане победы, представленном президентом Украины, есть очень хорошие идеи. Но ключевой является членство в НАТО. Об этом заявила премьер-министр Дани Мэтта Фредриксон. Она подчеркнула, что закончить развязанную Россию войну необходимо как можно скорее. И сделать это нужно демократическим и справедливым путем. Эта война никогда не должна была начаться. Поэтому никто из нас не хочет ничего больше, чем мира. В представленном плане победы есть очень хорошие идеи. И я согласна с Владимиром Зеленским, что центральным элементом этого плана является членство в НАТО. Это самая важная страховка жизни, которую можно дать стране. И Дания ее активно поддерживает. К сожалению, я не вижу никаких признаков того, что Россия собирается признать какую-либо демократию. Теперь это противник для всех нас. И план победы должен отражать, насколько опасна Российская Федерация. Президент Украины встретился с генеральным секретарем НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Также Владимир Зеленский принимает участие в заседании Совета Украина-НАТО, где обсуждают ситуацию на поле боя и потребности ВСУ. Я с нетерпением жду рабочего ужина Совета Украина-НАТО и нашей дискуссии. Я с нетерпением жду дня, когда Украина будет здесь, как член этого альянса. И до этого момента мы будем продолжать делать все, что можем, чтобы Украина одержала победу. Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции. По документу Греция готова обеспечивать наиболее неотложные оборонные потребности Киева в дальнейшем. Она предоставит дополнительные ресурсы для ускорения подготовки пилотов и технического персонала для самолетов F-16. С начала полномасштабного российского вторжения Греция оказывает Украине военную помощь. В частности, материально-техническую и учебную. Глава украинского государства поблагодарил за это греческих партнеров. Украина получила первый транш западной финансовой помощи. В госбюджет поступили почти 300 миллионов долларов от Канады. Она предоставила средства на льготных условиях сроком на 10 лет под 1,5% годовых. Как сообщили в Министерстве финансов Украины, эта страна входит в пятерку государств, которые оказали Киеву больше всего бюджетной поддержки. С начала полномасштабной войны Канада выделила почти 5,5 миллиардов долларов. А Швейцария поставит Украине три машины для разминирования. Об этом объявила федеральный президент Виола Амхерт во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По словам Амхерт, эти машины швейцарского производства и должны помочь Украине очистить ее территорию. Также к 2025 году будет переданы еще около сотни. Всего Швейцария выделила почти 116 миллионов долларов на разминирование в Украине до 2027 года. Самый массированный обстрел с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пережил Николаев в ночь на 15 октября. Российские оккупанты выпустили по городу семь ракет С-300. Один человек погиб, 23 получили ранения. В Николаеве уже третий день ликвидируют последствия этого удара. Чем сейчас живет город, смотрите в материале наших коллег. Некогда уютный ресторанный комплекс, городской рынок с оживленными торговыми павильонами. Так они выглядят сейчас после российской атаки. Это корабельный район Николаева. В ночь на 15 октября россияне выпустили по нему сразу семь баллистических ракет. Вследствие атаки погибла женщина. Более 20 человек получили ранения. Основной удар пришелся по территории рынка. Здесь жители города и коммунальные службы уже третий день разбирают завалы. Забивают фанерой разбитые витрины и выбрасывают сгоревший товар. А вот там спереди, где был удар, ударная волна сложила, как карточный домик. Сложились все полностью магазины. Теперь здесь восстановлению не подлежит ничего. Если делать, то только строить заново нужно. Игорь торговал на рынке сантехника. Теперь его бизнес полностью уничтожен. Сын служит в ВСУ. Пять дочерей – волонтёры. Кроме сборов на тепловизоры и рэбы для украинской армии, дети-предприниматели организовали новый, уже в помощь отцу. Сейчас Игорь помогает соседям по рынку. Вместе с волонтёрами забивают окна уцелевших магазинов. В начале полномасштабного вторжения РФ Корабельный был самым опасным районом Николаева. Чаще всего попадал под ракетные атаки. Именно здесь было больше всего разрушений и погибших жителей. «Пока Херсон не освободили, были постоянные обстрелы. В основном кассетные. Только россияне отошли, у нас тихо два года было. Сейчас нет никакого смысла сюда стрелять. У нас нет ни военных, никакой техники, ничего. Вот эти все удары у нас по рынку – это для того, чтобы запугать народ. Но мы же украинцы, мы не боимся. Это только нас озлобляет всё больше». Николаев стал первым городом в мире, использующим в водопроводной системе солёную воду. Раньше она поступала сюда из Херсона, но в первые месяцы полномасштабного вторжения российская армия повредила водопровод. Провести ремонтные работы было невозможно, и воду начали подавать из Букского лимана. Она считается технической. Набрать питьевую можно в пунктах, которые рассосредоточены по всему городу. Галина выехала из прифронтового Херсона два года назад. Всё это время живёт в Николаеве и практически каждый день приходит сюда за водой. «Страшно, конечно. И шахеды страшно, и прилёты страшно. Ну ничего, переживаем. «Домой хотите вернуться? Ну конечно, я уже два года не могу упасть. Мои говорят, приезжай, а у меня ребёнок, после 11 лет девочка, то как-то страшно туда и страшновато ехать». Возле центральной площади парад техники, сгоревшие танки, САУ и БМП россиян, которые так и не доехали до Николаева. Ещё год назад эти улицы были пусты, а сейчас сюда приезжают из Херсона и области, чтобы вспомнить мирную жизнь. Но российские оккупанты своими ударами разрушают эту иллюзию. Безопасных мест в Украине нет. Украина может применять для ударов по российским военным целям истребители F-16, полученные от Нидерландов. Об этом заявил министр обороны страны Рубин Брекельманс. Он отметил, никаких ограничений на дальнобойность при этом нет. «Мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право. А международное право не содержит никаких ограничений в отношении расстояний. Оно не перестаёт действовать на границе или в 100 километрах от границы. Поэтому мы позволяем Украине использовать F-16 для самообороны. Это может понадобиться для перехвата ракет или ударов, например, по аэродромам России и её военным целям». Нидерланды дополнительно выделят 271 миллион евро на артиллерийские снаряды для Украины. Эти средства помогут увеличить поставки боеприпасов большого калибра в 2025 году. А также будут стимулировать европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению масштабов производства, сообщил премьер-министр Нидерландов Дикс Хофф. По его словам, эта поддержка станет продолжением инициативы по снабжению снарядами, реализацию которой Дания, Чехия и Нидерланды начали год назад. Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть истребителей F-16. Об этом сообщил министр обороны Рустам Умеров после встречи со своим норвежским коллегой Бёрном Арильдом Грамом. Двусторонние переговоры прошли во время заседания Совета Украина-НАТО. Чиновники обсудили ситуацию на фронте, потребности ВСУ, в частности, в дальнобойном оружии, а также развитии украинской оборонной промышленности. Кроме того, были достигнуты договоренности по укреплению противовоздушной обороны. Норвегия выделит 250 миллионов евро на поддержку украинской энергосистемы накануне зимы. За эти средства будут не только восстанавливать и ремонтировать поврежденную инфраструктуру, но и строить новые энергообъекты. Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время визита в Киев. Нужно удвоить усилия по энергоремонту в Украине и подготовке жилых домов к морозам, поскольку приближается суровая зима. Норвегия работает с ключевыми партнерами над тем, чтобы энергетическая инфраструктура была более устойчива и чтобы ее было легче защищать от будущих российских атак. 120 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток. Подробнее о ситуации на передовой смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. Воины 12-й бригады специального назначения АЗОВ на Торецком направлении взяли в плен 17 россиян. Их захватили при отражении штурмов под Нью-Йорком Донецкой области. В бригаде отметили, что АЗОВ продолжает пополнять обменный фонд для скорейшего возвращения побратимов из российского плена. Тем временем на Лиманском направлении армия РФ атаковала в частности возле Грековки, Дружелюбовки, Катериновки и Новомихайловки. На Покровском бои идут у Сухого Яра, Селидовой и Сухой Балки. Самым напряженным остается Кураховское направление. Там столкновения происходят в районах Измайловки, Курахова, Константиновки, Георгиевки и Катериновки. Курская операция дала возможность оттянуть с основных направлений российского удара наиболее боеспособные подразделения российских войск. И, соответственно, успешный характер действия Силы обороны Украины в Курской области будет и в дальнейшем влиять на ситуацию на Донбассе, а не наоборот. Ну и, соответственно, не последнюю роль будут играть наличие инженерно-фортификационных сооружений и возможности Генштаба Вооруженных сил Украины осуществлять характер передислокации оперативных резервов для усиления позиций Силы обороны Украины и на Покровском и на Кураховском направлении. Тем временем в Курской области из-за непогоды усложняется возможность ведения боевых действий как для украинских, так и для российских войск. Об этом сообщает Американский институт изучения войны. В отчете также говорится, вероятность того, что армия РФ пойдет наступление в ближайшие недели или месяцы, очень мала. И все из-за той же плохой погоды, затрудняющей продвижение по грунтовым дорогам даже с использованием боевых машин-амфибий. Условия, соответственно, бездорожья будут определенным моментом влиять на возможности российской стороны в использовании как гусеничной, так и колесной бронетехники. Соответственно, снижается уровень возможностей российских беспилотных летательных аппаратов, разведывательных, ФПВ-дронов, ну и плюс активность ВКС Российской Федерации. Это существенный фактор, который влияет на тактические успехи российских оккупантов. Впечатляющие кадры работы Аэристи показали украинские военные. Это самый современный зенитный ракетный комплекс в воздушных силах. Его начали использовать в 1922 году. Такая немецкая система помогает сбивать самые сложные цели в радиусе до 40 километров. Она эффективно защищает критическую инфраструктуру Украины от массированных российских атак. Разведка Великобритании, проанализировав удар по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу во временно оккупированном Крыму 7 октября, отметила, что Украина постепенно продолжает подрывать российский военный потенциал на полуострове. Всего за этот год, по данным британцев, в Крыму были поражены системы противовоздушной обороны, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, объекты логистики и переправы через Керченский пролив. При этом российские войска начали тренироваться на самоходных артиллерийских установках из Северной Кореи. Обучение проводят в Саратове на базе недавно восстановленного высшего артиллерийского училища. По данным партизанского движения «АТЭШ», это свидетельствует о нехватке собственной артиллерии у захватчиков. Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения превысили 674 тысячи солдат. Только за последние сутки украинские военные ликвидировали 1420 российских оккупантов. Также им удалось уничтожить 17 танков, 33 боевых бронемашины, более 50 артиллерийских систем и одну реактивную установку залпового огня. Кроме того, силы обороны сожгли почти 90 единиц автомобильной и специальной техники РФ. Снайперской винтовкой называют украинские защитники немецкий танк «Леопард» за его меткость и маневренность. Чтобы умело использовать его в бою, сперва укращают его на полигоне. Как сухопутные войска оттачивают свое умение управлять танком, далее в репортаже. Маневренный, надежный и несложный в управлении. Так члены экипажа описывают эту боевую машину. Во время учения при малейшей поломке экипаж слышит команду «Эвакуация». Отрабатывается внимательность, в том числе и экипажа. Эвакуация – это покидание танка, поиск укрытия с закрытием люков, чтобы сохранить машину. Чем быстрее они покинут танк, тем больше шансов на выживание. Свой «Леопард» члены экипажа немного переделали, модернизировали под условия современной войны. Самое первое, что у нас появилось, вы можете видеть, это вон, антидроновая сетка, так называемый мангал. Его сделали на заводе, и самостоятельно мы вырезали сетку по размерам, натягивали. На заводе сделали нам динамику, потому что машина старая, и у нее не была, ну как бы, конструкторами предусмотрена динамическая защита. Далее Артем показывает кабину танка. Это место командира. Это телескопический прицел командира. Он может смотреть. Он видит на 3600 метров. Вращается как вручную, так и автоматически. У меня обзор на 360 вокруг танка. Что там происходит, я все вижу. На месте механика водителя. Вместо привычных для советских танков рычагов – штурвал. Он крутится. Он вращается, поэтому и поворачивается. Машина немножко лучше в управлении. Не надо вот так вот делать. Одно из преимуществ – это маневренность танка. Он быстро заводится, он быстро движется, как вперед, так и назад. Вот если сравнивать с Т-64, Т-72, то они назад почти не едут. При разработке танка внимание именно уделяли в первую очередь маневренности. В противовес советским танкам. И точности боя. Очень точная система управления огнем получилась. Система управления огнем стоит также там от второго «Леопарда». Нарезная пушка 105-миллиметровая. Вообще-то танк применяется для таких хитрых маневров. Он первый должен увидеть противника, нанести удары и быстро отходит назад, потому что так было предусмотрено. Не так, как, например, «Абрамсы», у них большая броня, мощность, они могут идти в атаку. А этот танк, скорее всего, для быстрого нанесения ударов, прикрытия и отхода. Скажем так, снайперская винтовка только весит 43 тонны. С наступлением сумерек на полигоне инструкторы устанавливают специальные свечи. Ставлю окопную свечу, которая будет служить маячком при ночной езде, чтобы мы видели, где ориентир поворотов, на который нельзя наезжать. Это огоньки и, по сути, все, что видно из танка в темноте. Задача проехать змейкой и не задеть ни одну из свечей. Навык выполнения маневров ночью обязательный при подготовке к реальным боевым условиям. Здесь ничего не видно почти, только по приборам можно. И некоторые ориентиры, если ты их запомнил за день, то ты можешь ориентироваться. И то, если ты их увидишь. А во-вторых, совсем другая реакция у тебя, сосредоточенность больше. Такие тренировки украинские защитники проходят постоянно, чтобы усовершенствовать навыки вождения и отработать маневры. А еще для того, чтобы лучше знать возможности своей машины и действовать всем экипажем, как единый механизм. Продолжение следует... В борьбе с теневым флотом России уже присоединились более четырех десятков государств. Российский теневой флот разливает нефть в водах по всему миру. РФ обходит западные санкции и перевозит запрещенные товары, используя группу устаревших судов, которые вызывают экологические катастрофы. Об этом пишет издание «Политика». По его данным, в 100 километрах от побережья Шотландии заметили темное пятно, которое оставил танкер Инова. Он перевозил 1 миллион баррелей нефти. Некоммерческая журналистская группа Source Material провела расследование и выявила по меньшей мере 9 случаев разлива нефти от таких российских судов с 2021 года. Они были зафиксированы в Таиланде, Вьетнаме, Италии и Мексике. Теневые танкеры работают без надлежащего технического обслуживания, не имеют страховок и не соблюдают международные стандарты безопасности. В России рекордный дефицит кадров. По данным Центробанка, в третьем квартале этого года минимум еще раз обновился за всю историю наблюдений. Больше всего людей не хватает на заводах. И количество таких компаний растет, отмечают Центробанки. В то же время загрузка мощности предприятий снизилась до 80%. Однако экономическая активность РФ снова растет после замедления в последние 4 месяца. Индикатор бизнес-климата, который Центробанк России рассчитывает по данным опроса, в октябре снова вырос. Польша направит новые пограничные подразделения на границу с Белоруссией. Они пройдут специальную подготовку и приступят к выполнению обязанностей во второй половине следующего года. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслов Мрочек. По его словам, отряды создадут из контрактников. Они будут задействованы в непосредственной охране границы и помогут перекрыть миграционный маршрут, организованный преступными группировками при поддержке белорусских и российских спецслужб. Напомню, правительство Польши на днях одобрило миграционную стратегию на 25-30-е годы, которая предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов из-за давления, созданного режимом Лукашенко, на границе. Нацассамблея Корейской Народно-демократической Республики официально признала Южную Корею враждебным государством. Соответствующие изменения внесены в Конституцию КНДР, сообщает Reuters. Напомню, на этой неделе северокорейские военные взорвали участки автомобильной и железнодорожного сообщения с Республикой Кореи. Заявили, якобы эти действия незаконны, так как направлены против враждебной страны. Южная Корея сообщила, что ее политика заключается в том, чтобы продолжать проводить национальное объединение. Но Сеул готов ответить силой в случае военной агрессии со стороны Северной Кореи. КНДР стремится испытать своих военных, а также вооружений в боевых действиях. Именно поэтому, как пишет The New York Times, Пхеньян помогает России в войне против Украины. Россия уже около двух лет получает северокорейские боеприпасы и ракеты. И хотя боеголовок крайне много, по словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики, их технологический уровень слаб. В связи с этим аналитики утверждают, Москва и Пхеньян могут начать модернизацию северокорейских ракет для более точных ударов по Украине. Это научно-производственное сотрудничество усиливается между Россией, КНДР и Ираном, возможно, еще некоторыми террористическими режимами. Они интенсивно обмениваются инженерами, интенсивно обмениваются технологиями. Мы видим, что Россия улучшила точность и сопротивляемость к РЭБам собственных искандеров. Я подозреваю, что эта же работа ведется и с совершенствованием северокорейских ракет, которые есть в доступе у российской армии. Также есть обмен на уровне программ по БПЛА. Это то, что Россия уже сделала с Ираном. Модернизация вооружения осуществляется с участием компаний из западных стран, которые, по мнению экспертов, зачастую не подозревают, что продают подсанкционные чипы и микрокомпоненты посредникам Российской Федерации и ее союзникам. Эти компоненты используются для производства ракет. Цепочки поставок бывают детально замысловатые, скажем так. Они могут варьироваться в зависимости от страны и зависеть от отдельной ситуации. Но действительно, мы видим много транзакций через Кыргызстан, но от имени компании в Литве. Транзакции проведены через Арабские Эмираты, но исходят из США. То есть география, как финансовая, так и логистическая, очень большая. Поэтому обобщить мы можем до топовых государств. Но ситуативные случаи существуют и бывают очень вопиющими. Дроны способны минировать территории и позиции противника. Беспилотники-минеры сейчас активно используют украинские военные, чтобы успешно вытеснять россиян из Харьковской области. Такие дроны полностью разрабатываются и производятся украинскими инженерами. Они могут нести на себе до 50 килограмм на расстоянии в 20 километров. Возможности беспилотных помощников в рядах ВСУ в действии видели наши корреспонденты. Этот дрон повернулся вчера с полицией на обслугование. Работу он выполнил на протяжении полтора дней. За это время на подзарядку этот колесный беспилотник ставили лишь один раз. Несколько часов на восстановление батареи, и дрон снова готов к работе. Для доставки всего необходимого украинским бойцам на передовую или дистанционному минированию позиций противника. Такой дрон украинская разработка может развивать скорость до 20 километров, даже по бездорожью. Поэтому он очень неплохо движется по полю. Достаточно устойчивый, швидкий. У него швидкость около 20 километров в час. А это именно то, что требуется для колесного беспилотника в современной войне. Противник такую технику отслеживает воздушными впиведронами, говорят бойцы бригады «Хартия». Чтобы противостоять колесным беспилотникам, россияне пытаются минировать пути, по которым передвигается наземный дрон. Украинские потери оказались минимальные. На счету операторов наземных дронов немало успешно выполненных заданий. В том числе и благодаря тому, что электродвигатели работают достаточно тихо, и беспилотники могут довести мины на максимально близкое расстояние к позициям захватчиков и вернуться назад. В этом наземным дронам помогают квадрокоптеры. Мы, мовно говоря, стреляем сигналом на Мавик, он принимает и потом уже передает из Мавика сигнал подельным окременным передавателям на дрон. Таким образом, таким чином мы делаем достаточно безопасно и выдаваем работу. Сейчас Украина стала полигоном для испытания всех новых видов оружия, говорят бойцы. Наземные дроны – не исключение. И в том числе благодаря им в Харьковской области российские оккупанты постепенно вытесняются с украинской территории. Подписывайтесь на наш канал Freedom. Там важные и актуальные интервью, а также интересные программы, рубрики и материалы наших корреспондентов. Ну а в этом выпуске мы ставим точку. Эфир Freedom продолжит Каролина Король. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин